Кеплер-186f, мир, похожий на Землю. 17 апреля 2014 года ученые объявили новость, которую мы так долго ждали. Это было только вопросом времени. Телескоп НАСА Кеплер обнаружил первую внесолнечную планету размером с Землю, вращающуюся в обитаемой зоне, области вокруг звезды, где можно найти воду в жидком состоянии. Художественная концепция Кеплера-186f, экзопланеты, подобной Земли, обнаружена и с помощью телескопа Кеплера НАСА. Родственная планета Земли называется Кеплер-186f, она находится на расстоянии около 500 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Она была названа Кеплер-186f, потому что он был обнаружен с помощью телескопа Кеплер, вращающегося вокруг звезды Кеплер-186, и является частью системы из пяти планет. Кеплер-186b, Кеплер-186c, Кеплер-186d, Кеплер-186e и Кеплер-186f. Телескоп Кеплер до этого уже обнаружил различные планеты, вращающиеся вокруг обитаемой зоны, однако все они были больше, по крайней мере, на 40% чем Земля. Система планет Кеплер-186 вместо этого состоит из пяти планет, четыре внутренние планеты, меньше половины нашей планеты, и Кеплер-186f, примерно на 40% больше Земли. Открытие Кеплер-186f является важным шагом на пути к поиску миров, подобных нашей планете Земля, сказал Пол Герц, директор отдела астрофизики НАСА. Кеплер-186f вращается вокруг своей звезды каждые 130 дней и получает одну треть энергии, которую Земля получает от Солнца, от своей звезды, располагаясь ближе к внешнему краю обитаемой зоны. Обнаружить такую планету, как Кеплер-186f, трудная задача, не существует телескопа, который мог бы наблюдать ее непосредственно, так как ее свет настолько слаб, что он теряется в свете главной звезды. Чтобы обнаружить планету, были использованы три телескопа. Один из них в космосе, Кеплер, который использует метод транзита, то есть он наблюдает периодическое уменьшение светимости звезды, вызванное прохождением планеты-кандидата, вращающейся вокруг нее. Кроме того, были использованы два самых больших телескопа нашей планеты, два телескопа Кечка и Кечк-2, расположенные на вершине Мауна Кианагавы. Сходство и различия Кеплер-186f очень похожи на Землю, однако есть некоторые отличия. Она вращается вокруг звезды, которая сильно отличается от Солнца, Кеплер-186, классифицируемый как карликовая звезда типа М или Красный Карлик. Эти звезды намного дольше, чем большие звезды, и поэтому являются лучшими кандидатами для планетных систем, в которых может присутствовать жизнь. Фактически, для биологической эволюции и для биохимических реакций требуются очень длительные периоды времени, дольше, чем средний возраст крупных звезд. Кроме того, красных карликов очень много, на самом деле они составляют примерно 70% звезд в Млечном Пути. Существует ли жизнь на Кеплер-186f? Очевидно, что еще слишком рано давать ответ. Ее положение в обитаемой зоне не гарантирует, что планета пригодна для обитания. Например, даже Марс в нашей Солнечной системе находится в обитаемой зоне, но мы знаем, что на Красной планете нет жизни. Очевидно, что мы не сможем отправить зонды для изучения этой далекой планеты, потому что путешествия с нашими современными технологиями потребуют слишком много времени. Однако мы можем анализировать химический состав атмосферы на расстоянии. На самом деле живые существа, даже если они маленькие, изменяют окружающую среду, и то, что ищут ученые, является отличительными признаками, которые можно легко отследить на расстоянии. Колонизация космоса еще далеко однажды, через много лет, ступит ли человек на поверхность этих далеких экзопланет, похожих на Землю? На сегодняшний день ответ – нет, путешествие займет слишком много времени. Если бы мы путешествовали со скоростью света, чтобы достичь Кеплера 186F, нам потребовалось бы 500 лет. В настоящее время программа колонизации человеком космоса все еще ограничена Солнечной системой. Программа Аврора Европейского космического агентства, ЕКО, будет осуществлять роботизированные исследования Марса. Луна и других астероидов с использованием автоматических зондов, а затем – колонизацию Красной планеты человеком. В настоящее время первым шагом в расписании является миссия на Красную планету с целью изучения марсианской почвы на месте. В 2020 году начнется миссия по возврату образцов с Марса, которая будет собирать и затем отправлять образцы и породы с Марса на Землю. Точно так же всегда в 2020-х годах на Земле начнется ряд испытаний симуляций, в которых будут участвовать экипажи людей с целью проверить и объединить новые технологии для использования в будущих миссиях. Первая человеческая миссия на Марс запланирована после 2030 года, а по другим источникам – к 2050 году. Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будет еще много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!